Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Батия по тексту Геннадьевской Библии 1499 года. И сегодня мы будем исследовать пятую главу этой книги. «Сия книга бытия человеческого в день, когда сотворил Бог Адама по образу своему, сотворил его мужу и жену, сотворил их». Здесь как бы мы видим повторение, как бы уже третий раз говорится о сотворении человека и о том, что весь род человеческий происходит от Бога. Блаженный Августин в своем монументальном труде о Граде Божьем пишет «Мне кажется, отступление это сделано для того, чтобы с этого момента начать снова от Адама отчет времени, который, писавший это, не хотел вести для земного Града. Бог так упоминал о нем, что как бы не принимал его в расчет». Но почему это возвращение к сказанному прежде было сделано после того, как был упомянут сын Сифа, человек, уповающий призвать имя Господа Бога? «Потому что эти два Града нужно было охарактеризовать через их представителей. Один от убийцы, то есть от Каина, и до убийцы, ибо и Ламех сознается двум своим женам, что совершил человек-убийство. Другой через человека, который уповал призывать имя Господа Бога, ибо все дело, притом самое существенное, при нашей смертности, странствующего в этом мире Града Божьего, состоит именно в том, что оно представлено как добрая черта одного человека, которого родило воскресение убитого. О чем здесь рассуждает Блажен Августин? Он рассуждает здесь о том, что хотя зло проникло в этот мир, жизнь продолжается. И действительно, Каин убил Авеля, но Бог в Симе восстанавливает семя Авеля. Таким образом, Бог показывает, что добро, оно неистребимо. И как бы враги веры не пытались бы устранить святых из этого мира, у них ничего не получается. На смену одному святому человеку приходит другой святой человек. Поэтому здесь и сказано в том окончании, которое мы читали, четвертой главы, о рождении Сифа. И как бы начинается мир твориться заново в этом новом праведном поколении людей. То есть Каин не стал единым родоначальником после того, как устранил своего брата, праведного Авеля. А Августин в своей этой монументальной работе о Граде Божьем, он вообще обыгрывает историю, как существование двух народов, двух градов. Один град Божий, другой град Дьявола. Град Дьявола объединяет в себе падшее человечество, которое исполнено любви к себе до презрения Бога, как пишет Августин. А Град Божий объединяет в себе человечество, которое исполнено любви к Богу до презрения к себе. Конечно, это разные люди. И здесь как бы история мира творится заново. И как бы потомство Адама начинается с этого момента, потому что подлинный смысл существования любой семьи – это родить и воспитать праведного и святого. «И нарек имя ему Адам в тот же день, когда сотворил их». Имена давались в пророческом озарении, поэтому подчеркивается именно это обстоятельство. Почему? Потому что когда человек, женщина прежде всего, рождает ребенка, она непосредственно исполняет Божью заповедь «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». А исполнение любой заповеди делает человека совершенным. И в этот момент дух пророческий начинал действовать через этих женщин, которые рождали детей, или через отцов этих детей. «Жил же Адам 230 лет и родил сына по виду своему и по образу своему и нарек имя ему Сиф. Было же дней Адамовых, кое прожил, родив Сифа в 700 лет, и родил сынов и дочерей, и было всех дней Адамовых, сколько пожил, 930 лет и умер». Вот эта фраза «Родил сынов и дочерей» несколько раз повторяется по тексту книги «Бытия», так как в самом тексте говорится о первенцах или о значимых фигурах, которые оказались родоначальниками чего-либо или кого-либо. Адам умирает, когда ему 930 лет, то есть он не дожил до окончания Божьего дня, 70 лет, как и было сказано ему, в день, в который вкусишь от него смертью, умрешь. А Божий день, как мы помним, у Бога один день, как тысяча лет. Пожил Сиф 250 лет и родил Еноса. И пожил Сиф, родив Еноса, 707 лет и родил сынов и дочерей. И было же всех дней Сифовых 900 лет и умер. И пожил Енос 105 лет и родил Каинана. И жил Енос после того, как родил Каинана, 715 лет и родил сынов и дочерей. И было всех дней Еносовых 905 лет и умер. И жил Каинан, 170 лет и родил Малалейла. И жил Каинан, родив Малалейла, 740 лет и родил сынов и дочерей. И было всех дней Каинановых 918 лет и умер. И пожил Малалейла, 165 лет и родил Арэда. И жил Малалейла, родив Арэда, 730 лет и родил сынов и дочерей. И было всех дней Малалейловых 895 лет и умер. И пожил и Арэд, 162 года, и родил Еноха. И жил Арэд, родив Еноха, 800 лет и родил сынов и дочерей. И было всех дней Арэдовых 962 года и умер. Вот здесь мы видим как раз пример того, что называется только имя значимого персонажа. Енох умирает раньше смерти своего отца. Впрочем, он не умирает. Его отход от этого мира таинственный, и едва ли его можно назвать кончиной. И пожил Енох 165 лет и родил Мафусала. Угодил же Енох Богу. И пожил Енох по рождению Мафусалове 200 лет и родил сынов и дочерей. И было всех дней Еноховых 365 лет. Скажем так, неожиданно мало лет для представителя допотопного мира. А причина объясняется далее. И угодил Енох Богу, и не обрели его, то есть не нашли его. Пропал Енох. Потому что представил его к себе Бог. Что значит представил его к себе Бог? Имеется в виду чудесное некое событие, которое едва ли можно назвать смертью. Это событие называется чаще вознесением Еноха. Имеется в виду прямо в теле, на небо. И давайте посмотрим, что писали святые отцы. Дух Святой сошел и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. Здесь святитель Амбросий цитирует книгу «Деяний святых апостолов». «Благи истинные крылья, крылья любви, говорившей устами апостолов, и благи крылья огня, изрекавшего чистую речь. На этих крыльях был восхищен Енох на небо. На этих крыльях вознесся Илья на огненной колеснице, запряженной огненными конями». О чем здесь? Языки имели вид огненных языков, но это была и речь, когда апостолы, получив языки, огненные заговорили на разных языках, которые они не изучали. И в понимании Амбросия Медиаланского восхищение Еноха Допотопного и восхищение пророка Ильи действием благодати. Эти крылья были у Серафима, когда взял он горящий уголь жертвенника и прижег уста пророка и очистил его от грехов и нечестия. Этими же крыльями огня были крещены народы, как о том свидетельствует Иоанн, говоря о Господе Иисусе, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. То есть восхищение Ильи, как и крещение народов, как и восхищение Еноха Ильи – это действие благодати. Ефрем Сирин пишет, «Некоторые толкуют, что Енох был переселен в рай, когда Адам смотрел на него, как для того, чтобы не подумал Адам, будто бы Енох убит, подобно Авелю, и не скорбел, так и для того, чтобы утешился он о своем праведном сыне Авеле и уразумел, что все ему подобные или до смерти еще, или по воскресенье вземлются в рай». Здесь мы видим, что в понимании Ефрема Сирина и других отцов хронология событий в тексте не соблюдается. То есть по Ефрему Сирину Енох берется на небо еще при жизни Адама, для того, чтобы утешить Адама по поводу Авеля и по поводу собственной кончины, которая ему предстояла. Потому что, когда Адам зрит своего праправнука, как он возносится живьем на небо, это не могло не вдохновить его. Киприан Карфагенский в трактате о смертности писал, Итак, мы узнаем, что Енох, угодный Богу, был взят им, как о том свидетельствует книга Бытия и говорит Божественное Писание, и угодил Енох Богу, и не стало его, потому что Бог взял его. Это и означало быть угодным в глазах Бога, заслужить быть взятым от скверной мира. Святитель Иоанн Златоуст рассматривает это событие немножко с другой стороны. Он обращает внимание на то, что живьем на небо был взят не какой-то аскет, девственник, а женатый семейный человек, который имел супругу, рождал сыновей и дочерей, как мы о нем прочитали. И в своих гамильях на Евангелии от Иоанна Златоуст так и пишет «Не говори и ты, я облечен плотью, не в силах одержать победу и трудиться ради добродетели. Не осуждай Творца, ведь если бы плоть делала невозможный добродетель, мы не были бы к ней призваны. А то, что плоть не делает добродетель невозможной, являет нам сон святых». Вот и Павлу плотская природа не помешала стать тем, кем он стал, и Петру получить ключи от небес, и Еноха, облеченного плотью, то есть человек, который жил плотской жизнью, имел жену детей, и Еноха, обреченного плотью, Бог взял, и не стало его. Таким образом, мы в этом тексте сталкиваемся с удивительным чудом вознесения человека живьем на небо. Конечно, это вознесение, оно символически предваряет и указывает и на вознесение Христа, потому что вознесение Христа происходит именно в человеческой плоти, потому что Бог, как вездесущий, Он не может ниоткуда и никуда перемещаться, ибо Он, как вездесущий, присутствует в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. И жил Мафусал лет 160 и родил Ламеха, и жил Мафусал, родив Ламеха, 803 года, и родил сынов и дочерей, и было всех дней Мафусаловых, сколько жил 963 года и умер. И жил Ламех лет 188 и родил сына, и нарек имя ему Ной, глаголе сей, успокоит меня от дел моих и от печали трудов рук моих, и от земли, которую проклял Господь Бог. Есть древнее предание, что рождение Ноя облегчило земледелие, потому что был изобретен плуг. Но, с другой стороны, Ной принес успокоение в этот мир как праведник своего времени. Ной называется Библией праведной вроде своем, то есть в своем роде, в своем поколении. Он был самый праведный и благочестивый человек. И жил Ламех, родив Ноя лет 165, и родил сынов и дочерей, и было всех дней Ламеховых 753 года и умер, и было Ною 500 лет, и родил сынов трех, Сима, Хама и Афита. Афит – это более понятное для нас, и Афет – родоначальник индоарийских племен, народов и языков, родоначальник славян. Если вы следите за сегодняшней беседой по тексту Библии синодальной, вы, наверное, обращаете внимание на то, что цифры жизни отдельных персонажей, они не совпадают, потому что используются две системы. Это система по тексту Септуагинты и система по тексту Еврейской Библии. И, казалось бы, не является ли это противоречием? На самом деле нет. Блаженный Августин считает, что еврейский текст, он имеет правильное выражение в греческом, греческий дополняет еврейский, и еврейский в чем-то дополняет греческий, хотя греческий предшествует еврейскому. Может быть, это трудно понять, но давайте посмотрим очень интересное высказывание Блаженного Августина. Это вот этот его монументальный труд о Граде Божьем, раздел 15-14. Здесь он пишет. «Теперь, что касается той разницы в числах, которая замечается между еврейскими и нашими кодексами и не противоречит долговечности древних. Если различие оказывается таким, что нельзя признать истинным и то, и другое, нужно искать историческую достоверность в том языке, с которого сделан наш перевод. Возможность для этого предоставляется всякому желающему. Но это не значит, что кому-нибудь дозволено по еврейским кодексам исправлять септуагинту». Поэтому в синодальном переводе, если это церковный перевод, то даются цифры в двух вариантах. То, что в квадратных скобках, это из греческой септуагинты, то, что вне квадратных скобок, это из еврейского текста. Пересчитаем. Но это не значит, что кому-нибудь дозволено по еврейским кодексам исправлять септуагинту. В том многом, в чем они с теми кодексами не согласны. Это различие не есть так называемая погрешность. И я думаю, что его никоим образом не следует считать таковым. Но в тех случаях, где нет ошибки переписчика, и где есть смысл согласный с истиной, и предвозвещающий ее, надо полагать, что переводчики септуагинты говорили иначе, нежели в еврейских кодексах, не как переводчики, а с той свободой, которая свойственна пророкам. И в других фрагментах этой книги о Граде Божьем Августин пишет «И Исаия не пишет так, как Иеремия, а Иеремия не пишет так, как Исаия». И как тот же Дух Божий вдохновлял еврейских пророков, он же вдохновлял и составителей греческой септуагинты. И если что-то есть в септуагинте, чего нету в еврейском тексте, это по воле Бога, а если что-то мы находим в еврейском тексте, чего нет в септуагинте, это тоже по воле Бога, ибо один и тот же Дух Божий руководил и пророками, и составителями перевода. Действительно, в христианском мире септуагинти и в западной церкви, и в восточной всегда отдавали некое преимущество, но пользовались и еврейскими кодексами, еврейскими списками для того, чтобы наиболее полно раскрывать значение того или иного текста для себя. И мы проводим эти беседы по книге «Бытия», по тексту Геннадьевской Библии 1499 года, потому что этот текст в некотором смысле сакральный, в том смысле, что он показывает нам экзегезу конца XV века, какая состоялась в русской церкви. То есть мы получаем возможность через этот текст в его переводе на русский язык посмотреть на библейское откровение глазами наших предков конца XV века. Это не может быть недорого для нас. Текст Геннадьевской Библии, он писался на старославянском языке, но мы пользуемся тем переводом этого текста, который осуществило издательство «Актион». Спасибо всех, Господь! До следующей встречи! И не забывайте подписываться на библейский портал «Экзегез», чтобы вовремя слушать ту или иную лекцию. С Богом! Защита! Если вам нравится, то, что в «Экзегаз» текстulo節 непосредственно с рассər Вот и этот 흰 grind пиа на пиа